И так мы сели в наш второй самолет. В самолете все было оснащено современной техникой. Больше всего мне понравились подголовники, которые можно было регулировать. Уши подголовников двигались вправо и влево, об этом мало кто знал и спали прямо так. Каждому пассажиру выдали косметичку, в которой были наушники, запакованные в пакетик, беруши тоже запакованные в пакетик и повязка для глаз. А еще в косметичке лежали теплые носочки, представляете? В салон самолета обслуживали турецкие девушки, как мне показалось, типичной турецкой внешностью. В самолете кормили вкусно, и самое главное, что еда была горячей. Несмотря на то, что время полета было в 4 часа утра, я не поняла, зачем давали воду в этих синеньких коробчиках, ведь напитки и так были неограничены. Может быть для турецкого кофе, не знаю. Аэропорт Стамбула огромный и современный. Но на наш взгляд в нем было куча недостатков, об этом я расскажу в следующем видео. Поскольку прилетели мы раньше, чем мы вылетели, из-за разницы во времени, то мы сразу же пошли завтракать. И так, как я и обещала, о недостатках аэропорта Стамбула. Ну, во-первых, эту пиццу мы ждали довольно-таки долго. А во-вторых, если честно, она не была особо вкусной. Для того, чтобы купить Wi-Fi, нам пришлось долго идти по аэропорту. И там мы увидели вот такой вот автомат. Первый час был бесплатно, но все равно пришлось помучаться, чтобы как-то это все получилось. Гладости, в отличие от моей головы, выглядели довольно привлекательно. А вот так как мы уже двое суток путешествовали, мне очень хотелось в душ. И он тут был. Душ стоил 13 долларов или евро, уже не помню. Но на его входе сидел молодой, довольно-таки привлекательный мужчина. И нам унизительно пришлось объяснять ему, кто из нас пойдет в душ. Особенно было неприятно, когда выяснилось, что наши карты не работают. А наличку они не принимали, и нам просто пришлось уйти. И это тур. Страна, где женщины должны вообще закрывать лицо. Рассказывать посторонним мужикам о том, как они собираются принимать душ. Еще мне нужно было где-то накрасить глаза. Все места вне кафе были заняты. В кафешках на тебя смотрели просто в упор, призывая что-нибудь купить. Пришлось побаловать себя Старбаксом. В прошлом видео я вам не договорила про еще один недостаток. Во всеми нами любимом и забытом уже Старбаксе был только один сироп из нескольких заявленных. И так через несколько часов мы прилетели в аэропорт Тель-Авива. Выход и паспортный контроль оказалось найти совершенно несложно. За окном мы увидели пальмы. Нас встречали наши знакомые, и мы отправились на машине в Хайфу. На улице, особенно на солнце, было очень жарко, далеко за 30. Дорога вела через Тель-Авив. Немножко мы его увидели. Мы увидели высокие небоскребы. Это было красиво, но их было немного. Потом дорога повела нас мимо города Натания. Это тоже один из крупных городов Израиля. По дороге росли яркие, красные, оранжевые и других расцветок цветы. А еще по дороге мы увидели, как растут бананы. Вы думаете, они растут на высоких пальмах? Ничего подобного. Они растут вот так вот. Их закрывают сетками от птиц. А мусорными мешками были закрыты, видимо, сами плоды. Наконец-то мы приехали домой. Наше путешествие заняло двое суток. Знакомые любезно предоставили нам самую большую комнату в квартире, в которой был огромный балкон с видом на Средиземное море и соседние дворы и окрестности. А у ребенка была своя спальня. А еще к нам сразу же пришла познакомиться Китти. А вид из кухни был тоже довольно-таки необычный. Вечером, когда стемнело, мы отправились на прогулку. Времени на дневную прогулку у нас не было, так как мы разбирали чемоданы. Пройдя немного по улице, мы увидели продовольственный маленький магазинчик. На холодильнике с мороженым была надпись «Русский пломбир». В этот магазин мы не зашли, стеснялись. Рядом увидели кафешку, в которой сидели мужики. Пройдя метров 50, мы увидели второй магазин, тоже продовольственный. Сюда мы уже решили заглянуть. На входе сразу же были чипсы и мороженое. Но самое интересное, что бросилось в глаза, это гигантские прищепки. Продолжение следует.